Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я хочу вас познакомить с девушкой, которая расскажет о себе сама. У нее были серьезные проблемы со здоровьем в целом, и в частности со спиной, с позвоночником. Но несмотря на это, она преодолела в себе все эти проблемы, успешно тренируется, выполняет базовые упражнения, приседает, делает тяги, отжимается от брусьев. И не умея подтягиваться практически с нуля, она сейчас уже подтягивается далеко за 10 раз. Парни, вам не стыдно? Ну давайте послушаем, что расскажет она нам сама. Всем привет, меня зовут Карина, и мне хотелось бы поделиться своей историей о том, как о правильной тренировке, изменили мою жизнь, то, как я выгляжу, ну и, конечно же, в первую очередь, мое здоровье. Занимаюсь я по программе Егора по системе периодизации уже второй год. С детства врачи запрещали мне заниматься физкультурой с обычными детьми в школе, и мне поставили диагноз колес второй степени, плоскостопие, ну, еще много чего. Но мне очень хотелось заниматься за всеми остальными, поэтому, став чуть постарше, я решила для себя, что попробую заниматься по мере своей физической возможности. Начала учиться отжиматься дома, качать пресс, причем отжиматься я училась именно от пола, а не с колен и не от скамьи. Затем, когда я делала пресс, первый раз я даже себя поднять с пола не могла, но всему этому постепенно я научилась. Также после того, как я закончила школу, я поступила в институт, где у нас тоже была физкультура, хореография, еще и на айкидо я ходила. Ну, в общем, все время была в движении. Но так как про правильное питание в то время я тоже не слышала, ну, так получалось, что я нервничала тоже много, и у меня врачи обнаружили язву. То есть, чувствовала я себя, конечно, очень плохо. Не могла есть нормально, поэтому очень сильно похудела. Ну, так как я похудела, мне хотелось как-то поднабрать немного мышечной массы, и поэтому подумала, почему бы не пойти в спортзал. Когда я впервые пришла в спортзал, а было это в 2012 году, у меня не было тренера, и занималась я просто сама, чисто в свое удовольствие, чтобы дать физическую нагрузку всему телу. И через год где-то я познакомилась с парнем, который поднимал большие веса, и именно он показал мне такие упражнения, как становая тяга, приседы, и сказал, что нужно делать подтягивания, отжиматься от брусьев. Ну, в первый раз, когда я повисла на турнике, я думала, никогда в жизни этому не научусь, потому что даже одного раза потянуться я не могла. Но я все равно старалась это делать. То есть, каждую неделю, даже бывало несколько раз, я подтягивалась с помощью того, кто был в зале, либо с помощью эспандера. Вот, наконец-то у меня появился аппетит, стала я кушать, и постепенно веса увеличивались. Но тренировки были одинаковыми. Грудь, спина, ноги, все те же самые упражнения. И каждый раз я работала до отказа, на силу до отказа. Но в то время я не знала, что когда ты работаешь на силу, ни в коем случае нельзя работать до отказа, потому что это убивает силу. Конечно же, опять же, в системе периодизации такого слова я тоже не знала. Вот, и что в отказ занимаются лишь тогда, когда работают на окислительные мышечные волокна. Ну, и более того, всю спину у меня просто усыпало акне. Я не знала, что делать. Врачи прописывали различные таблетки, антибиотики. Спина выглядела просто ужасно. Дотронуться невозможно было до нее. Не то, что гриф положить. Но я все равно занималась, несмотря ни на что. И ко всему этому еще и мышцы были в таком напряжении, что до них тоже невозможно было дотронуться. И постепенно у меня немела правая нога. Мне пришлось идти опять же в больницу, делать МРТ. Врачи говорили, что вот, девочкам нельзя заниматься таким видом спорта. Все окружающие тоже повторяли, что тебе нужно это бросить. И я, несмотря на все это, на то, что со мной случилось, я хотела, очень хотела заниматься. Но, конечно же, чтобы мне что-то помогло, те же самые уколы, которые мне прописывали доктора, либо таблетки, чтобы избавиться от боли, мне ничего не помогало, отправили к неврологу, она вообще ничем не помогла. И я была в таком отчаянии, как-то я смотрела видео на канале YouTube, и чисто случайно наткнулась на видео Егора о том, как нужно использовать тяжелый атлетический пояс. И что его нельзя использовать, когда ты делаешь больше, чем 3-5 повторений. Вот, то есть его мы можем использовать только на 3-5 повторений. Затем я посмотрела следующее его видео, очень заинтересовалась, потому что Егор очень грамотно и логично излагал свои мысли, решила сразу же избавиться от своего пояса, ну и написала ему ВКонтакте. Объяснила свою проблему, сказала, что вот, у меня немила правая нога, протрузии и так далее, все болит, ничего не помогает. И он сказал, не переживай, все будет хорошо. Объяснил, какую гимнастику нужно делать для позвоночника. Постепенно я делаю эту гимнастику, мне становилось лучше. Затем, так как заниматься мне очень-очень хотелось, я присоединилась в его закрытую группу и начала заниматься как раз по системе периодизации. Он посоветовал мне делать гимнастику для профилактики грыши протрузии, также экстензии, гиперэкстензии, заново осваивать некоторые упражнения, особенно приседы, так как приседала, опять же я повторюсь, не до параллели с полом даже. И начала все заново. Сейчас занимаюсь по его тренировочной программе. Первое, что я заметила, то что моя фигура намного улучшилась, появился небольшой рельеф. Занимаясь до этого все время на силу, я совсем не наблюдала за тем, как я выгляжу. Просто старалась поднимать, чем больше, тем лучше. К тому же таким методом, каким я тренировалась раньше, я истощила свою центральную нервную систему. Об этом я тоже тогда даже не подозревала. Сейчас, занимаясь по системе периодизации, чувствую себя отлично. Каждая тренировка отличается скоростью выполнения движения, амплитудой, количеством подходов и повторений, временем отдыха, что заставляет работать не только мышцы, но и мозги. Так как у нас в зале нет гравитрона, то, как я уже сказала, подтягивалась с помощью друга в зале или иногда использовала эспандер. Постепенно начало получаться, но опять же, я к этому шла очень долго. По программе Егора я занимаюсь только второй год и несколько месяцев. В моем зале есть очень хорошие ребята, некоторые из них занимаются армрестлингом, и они меня в первую очередь тоже затянули в это дело. Как только я начала тренировать усиленно связки и сухожилия на руках, то в подтягиваниях и брусьях мои показатели намного увеличились. Конечно же, еще роль сыграл турник, который недавно у меня появился дома. О укреплении связок и сухожилий Егор всегда говорит, и в его программе есть такие тренировки, что мне очень-очень нравится. Ведь это то, что делает нас сильнее. Очень здорово иметь красивое, рельефное тело, но еще важнее наше здоровье. И я приведу одну из цитат Егора. Тренировать связки и сухожилия просто жизненно необходимо, для того, чтобы полноценно прогрессировать в железном движении, в бодибилдинге, в частности. Крепкие сухожилия и связки – залог долгих тренировок без травм. Можно иметь большие мышцы, используя стероиды и без крепких связок, но это обязательно приведет к травме, частичному или полному отрыву мышцы. Но если вы сначала укрепите свои связки и сухожилия, то, перейдя на чисто культуристические программы тренировок, добьетесь гораздо большего, чем те, кто сразу приступил к тренировке мышц, игнорируя связочный аппарат. Эх, если бы я знала это раньше. Что касается моей травмы, то могу сказать, что чувствую себя лучше. Экстензи сейчас делаю с весом 40 кг на 8 повторений по 3 подхода, при этом мой вес 48 кг. Наблюдая за своим состоянием, касаемо боли, которые время от времени появляются, особенно зимой, могу сказать лишь одно. Меньше сидеть надо и больше двигаться. Вроде бы простая истина, но не все ее знают и соблюдают. Я долго задавалась вопросом, почему у меня возникает боль в области верхней части бедра сбоку, преимущественно с правой стороны. Более того, в сильном напряжении находятся мышцы поясницы при этом. Но, как только прочитала статью Егора про фазические и тонические мышцы, все постепенно стало проясняться. Я никогда не уделяла внимания растяжке мышц передней поверхности бедра. Пояснице в этом плане повезло больше. К тому же, мои ягодичные не получают достаточно нагрузки. Много сидячей работы, да еще и поездка занимает чуть больше часа, опять же, до работы. Поэтому, когда я прихожу делать становую, после тяжелого рабочего дня, очень сложно напрягать эти мышцы, когда они длительное время находились в бездействии. Ну и опять же, отрывок из статьи Егора о том, что очень важно укреплять фазические мышцы, растягивать тонические. Только так можно избежать мышечного дисбаланса, который влечет за собой основную проблему. Из-за укорачивания тонических мышц нарушается иннервация и фазических антагонистов, что приводит к еще большему усилению дисбаланса. Как только я начала больше тянуться и уделять внимание передней поверхности бедра, боли утихли. Но если я об этом забываю или не хватает времени на растяжку, они возвращаются. А еще очень многое зависит от нашей осанки, как мы сидим, стоим и даже в каком положении спим. На эту тему очень много можно рассуждать и причины возникновения боли в тех же местах могут быть разные. Нужно только продолжать пробовать разные способы предупреждения их появления или если они уже есть, то избавление от них. Немного о питании. Убрала постепенно все сладкое, мучное, перестала совсем есть жареное, избавилась от молочной продукции. Вместо сладкого ем фрукты, темный шоколад, иногда батончик протеиновый могу съесть. Но все это случилось не сразу. В течение одного года с половиной и вот в последнее время только молочку убрала. С каждым разом, как только убирала что-то вредное из своего списка, моя спина и вообще кожа становилась лучше, чище. Сейчас еще есть проблемы, но это уже касается гормонального дисбаланса. Ну, конечно же, стресс является неотъемлемой частью. Подводя итог, хочу сказать, что занимаясь в программе Егора, я не только улучшила свое здоровье, но и, конечно же, выросли мои силовые показатели. Например, если при весе ранее 50-52 кг, рост 162, приседала с очень плохой техникой, 40 кг, 10 повторений. Становая была 50 кг, 15 раз тоже в плохой технике, и это была не классическая становая сумо, подтягивание 0, брусья 0. Сейчас при весе 48-49 кг, рост тот же, присед 40 кг на 10 повторений, но техника намного лучше, приседаю я ниже параллели. Становая 52 на 10 повторений. Делаю все без пояса. Кстати, становая классическая, не сумо. Подтягивание с широким хватом, сама делаю 10-11, ну и с помощью напарника 16. Если с средним хватом на широкой трубе, то 15-16 делаю сама. Брусья сама 15 раз, напарником 20-21. Поблагодарить Егора за его колоссальный труд. Его знания помогли мне улучшить не только свое здоровье и фигуру, но изменили мою жизнь к лучшему. Спасибо за то, что вы есть. Ведь каждый раз, когда ты приседаешь, подтягиваешься или выполняешь какое-либо еще упражнение, ты преодолеваешь себя, свой страх и неуверенность. И в этот момент ты концентрируешься только на преодолении препятствия и не думаешь больше ни о чем. И мне хотелось бы закончить это видео словами Мартина Лютера Кинга. Если ты не можешь лететь, беги. Если ты не можешь бежать, иди. Если ты не можешь идти, крапкайся. Но во что бы то ни стало, продолжай двигаться. Напомню вам, что вы можете приобрести две мои книги отдельно для мужчин, отдельно для девушек, о всех тонкостях тренинга, питания и восстановления. Обязательно, если хотите разбираться во всем этом, напишите мне в личку и я отвечу вам, как вы можете это сделать. Особенно, друзья, если вы являетесь тренером-инструктором, вы просто обязаны изучить эту литературу. Соглашаться с ней, не соглашаться, это будет уже ваше личное дело. Но если вы взяли на себя ответственность, смелость тренировать людей, вы просто обязаны изучить эти книги. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Спасибо.